Инициатором этого собрания выступила сама управляющая компания. Правда, отвечать на неудобные вопросы здесь, видимо, не предполагалось. Темой собрания вначале обозначили программу «Безопасный дом», в ходе которой в домофоны будут вмонтированы камеры видеофиксации. Но и без того к работе домофонов у жильцов накопились претензии. Создается проблема, в том числе с домофонами, именно в выходные дни, когда большое, видимо, скопление народа, а у них нет дежурных, чтобы взять и оперативно отреагировать. А дальше проблемы жильцов подведомственных домов на руководство управляющей компании покатились, как снежный ком. Кстати, вопросы о снеге тоже поднимались. Мы в прошлом году тонули, и нынче. Магнит, снег скидывают в нашу сторону, транзит тоже так же. Сейчас еще открыли этот магазин «Красное-белое». Они мусоркой нашей пользуются. Они плодят вам что-нибудь? Нет? Мусорки? Нет. Носят с магазина, с этого здания, кулакатазного, все. Этот мусор, все. Этот вопрос принимаем. Со всеми проблемами пообещали разобраться. Хотя, судя по некоторым вопросам старших по дому, обещания раздавать в компании умеют. Только выполняют их через раз. Вы говорили, эту проблему решим, да? Но она так не решилась, да? Когда оттепель, когда дождь, да, вот снег будет таять, да, у нас там хлюпает вода. И даже на первом этаже слышно. Вот вы дом приедете, да? Это не вентиляционная шахта, это система дымоудаления у вас там стоит. Да, наверное. Система дымоудаления. Как вы этот вопрос решили? Значит, у нас есть... А мы сейчас хлюпаем. У нас специалисты, завтра же отправим специалисты, в чем там причина. Тут же поднялся острый в последнее время вопрос создания некоего сервисного центра с одноименным названием, куда жильцы якобы должны перечислять деньги. Причем, судя по ответам государственной жилищной инспекции, эта организация незаконная. Согласно выписке из ЕГРУ, кто не знает, сейчас расшифрую, единый госреестр юрлиц, это в налоговой, выдается открытая информация. По состоянию на 21 января 2016 года ООСЦ «Наш дом» вид деятельности по приему платежей физлиц платежным агентами не значится. Он не является платежным агентом, он этим видом деятельности заниматься не может. Почему он не оформится? Людей заверили, что оформление документов еще в процессе, хотя деньги собирают уже сейчас. А ответ госинспекции – ничто иное, как Филькина грамота. Этот ответ тебе, жилоспекция, он неправомерный. Почему? А потому что инспектор, который этот ответ вам готовил, она не специалист в этом, не юрист и не экономист. И даже не финансовый работник. Все статьи здесь, пожалуйста. Хоть статьи, хоть не статьи. У жильцов на руках есть аналогичный документ от Министерства ЖКХ. У управляющей компании, кроме договора, который она заключила с неким сервисным центром, нет ни одного документа, подтверждающего их правоту. Собравшихся попытались убедить, все должно быть, как в семье, на доверии. Дома с женой живешь, деньги отдаешь детям, да? Ты смотришь, она вот транжирится, да? Деньги все забираешь себе. Так ведь, да, ведь? Или смотришь, что ты транжиришь. Ты ей передаешь, чтобы она пользовалась вот этими деньгами общими, семейными. Точно так же и здесь. Видимо, в этой ситуации с женой транжиры выступает сама УК. Ведь умудряются начислять лишние суммы своим же жильцам. Социалистка 87-89, Октябрьская 49. У них газа вообще, газами не пахнет. Только жильцы, если на газу. А почему у них за обслуживание газовой оборудования по пять копеек снимаете? Нет доверия к управляющей компании и в опросе уборки снега. Почти все старшие по домам возмутились состоянием внутридворовых дорог. Хотя убирать снег в УК умеют. Правда, в собственной территории. Все время пока шло собрание. Техника усердно чистила дорогу перед офисом компании. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Время новостей.